Всем здравствуйте! Меня зовут Кравцова Антонина Валерьевна. Я веду студию прикладного творчества в Доме культуры Луч. Сегодня я хотела бы показать вам, как сделать вот такую вот летнюю рамочку для фотографий или рисунков из массы папье-маше. На сегодняшнем занятии мы с вами слепим основу рамки и оставим ее сушиться. Итак, сегодня нам с вами понадобится папье-маше масса, карандаш, линейка, листок бумаги, который мы расчертим под нашу рамку и листок бумаги, чтобы подложить на стол. Листочек, на котором мы расчерчиваем нашу рамку, должен быть в половинку листа А4 размером. И мы от каждого края отступаем по 3 сантиметра и ставим черточку и вторую. И соединяем их между собой по линейке. И так с каждой стороны. Я уже расчертила. Вот так вот у меня получилось. Давайте начинать. Берем папье-маше массу, небольшой кусочек. Сделаем вот такую вот колбаску, укладываем на край нашей рамочки и расплющиваем по толщине. Если где-то выходит за край, поправляем линейкой или ножом для пластилина. Я вот так вот выхожу сначала, видите, везде за края, потом беру линейку и подбиваю к краю аккуратненько. Здесь тоже так же подбиваю к линии, которые я прочертила аккуратненько. Пальцами все поправляю, разглаживаю. Сейчас сначала мы с вами налепим полностью всю рамку. Потом разгладим вот так вот всю нашу текстуру, чтобы она была маленькая везде. И потом добавим несколько декоративных элементов, которые можно добавить сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Берем наши пальчики и аккуратненько гладим. Гладим, 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 пока текстура не начинает выравниваться. Можно воспользоваться линейкой или стеком для того, чтобы выравнить. Аккуратно проходимся по верху, разглаживаем и подбиваем краешек, чтобы краешек у нас остался на месте, на своем. Чтобы никуда не расплылся и не уехал. Так. Вот так в итоге у меня получается. Достаточно ровно. И теперь я хочу добавить немножечко текстуры. Свои уже. И я возьму тыльную в сторону кисточки и поставлю вот такие вот точечки. Субтитры сделал DimaTorzok Так у меня в итоге получается. И я хочу добавить еще сейчас на этом этапе стебель и листочки, которые будут идти вот по этому углу. Масса у меня получилась очень пластичная. Видите, я даже могу ее вот так катать. Я думаю, что, скорее всего, у вас масса, возможно, будет не такой пластичной. Поэтому ее можно не раскатывать, а вот так вот пальцами сжимать аккуратненько. И давайте я буду работать, чтобы вам было понятнее. Возьмем небольшой совсем кусочек. Совсем маленький. Сплющиваем его аккуратненько пальцами в колбаску. И укладываем. Задаем сразу изгиб. Небольшой. Следующий небольшой кусочек берем. Опять сплющиваем его в колбаску. Аккуратно пальцами. И продолжаем. Делаем несколько таких пластичков. Несколько изгибов. И несколько листиков. И продолжаем. Вот так я оставлю росточки. И теперь сделаем несколько листьев. Проще всего, конечно, нарисовать себе на бумаге листочек. Сразу форму. Это у меня большой какой-то получилось. Поменьше чуть-чуть я хочу. Вот такую форму. Нарисую несколько. Вот два вот этих я буду использовать. Как мы рисуем лист. Как мы рисуем лист у нас форма идет с одной стороны полукруг, с другой стороны полукруг. Получается такая лодочка. Капелька. Можно как капельку нарисовать. Вот таким образом. И теперь я, получается, беру кусочек папье-маше. И укладываю его. Стараюсь вот так вот уложить в рамки нарисованного вот этого листочка. Аккуратно пальцами его туда загоняю. Поджимаю со всех сторон, чтобы он у меня стал такой же формы, как нарисованный был. Вот примерно так. Линеечкой провожу нашу линию, которая у листьев идет. Прошу пучки. И так же линейка, которая у меня есть. И укладываю на свое место. Ну, например, вот сюда. Точно так же делаю все остальные листья. Вот такая вот основа под рамочку у меня получилась. На сегодня у меня все. Надеюсь, у вас все тоже получилось. На следующем занятии мы с вами слепим несколько бабочек, которые будут сидеть на этом углу рамки. И на последнем занятии раскрасим и соберем все вместе. Рамку нужно оставить сушиться хотя бы на двое суток. И обязательно положить ее на ровную поверхность и лучше в теплое место. Я положу на книгу и на батарею. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok